Эй, пссс, здарова! Последняя цифра твоего лайка на этом видео покажет кто-то из мелан плейграунд, а последняя цифра твоей подписки на мой канал покажет твой предмет из мелан плейграунд, поэтому спускайся прямо сейчас вниз, подпишись и поставь лайк, посмотри на экран, обрати внимание на последнюю цифру твоего лайка и твоей подписки, и напиши в комментариях кто ты из мелан плейграунд, все просто. Если твой лайк восьмой, а последняя цифра подписки номер пять, то ты лимон с кактусом, прояви свою фантазию и приятного тебе просмотра! И обновление 19.0 не за горами, и поэтому я решил поговорить о том, что будет добавлено в этом обновлении. Для всех не секрет, что 31 октября нас ждет очень такой культовый праздник для западной культуры, и это Хэллоуин, и все это обновление будет строиться вокруг этого праздника. И мне кажется, это вполне логично и интересная история. Мне кажется, много интересных вещей и в принципе добавления новых предметов, которые будут относиться именно к празднику Хэллоуин, можно добавить. И я думаю, что вполне логично, что дата выхода обновления 19.0 примерно будет 31 октября. Возможно 30-го или 29-го, просто потому что 29-е это воскресенье, и обновление выкатывать в воскресенье это вполне логичная история. Как мне кажется, новых персонажей, которые есть в этом голосовании, точнее в новом голосовании типа Физалиса, в этом обновлении, к сожалению, не будет, потому что слишком рано для этих персонажей. Как показала практика, обычно выходит на просторы интернета примета из голосования примерно 19.5, возможно 20.0 или 20.5, потому что это примерно нормальный срок для предметов из голосования. Раньше было именно так. Когда появляется голосование, примерно через 2-3 обновления выходит именно предмет из этого голосования. Это политика наших разработчиков, и в принципе я довольно-таки положительно отношусь к этой истории. Несмотря на то, что хочется, чтобы предметы из голосования выходили как можно раньше, но нужно, чтобы сохранялся, скажем так, хайп и какая-то интрига вокруг этих предметов. И разработчики, кстати, этого не скрывают, они хотят, чтобы обновления выходили из голосования немножко позже, а в это обновление у нас будет 100% всё завязано вокруг праздника Хэллоуин, так как разработчики в своём дискорд-сервере запустили интересный контент. Внимание, на 500 долларов! Кстати, если ты художник или хочешь просто залутать эти денежки и постараться, то вполне можно выиграть этот контент. Переходи, пожалуйста, в дискорд-сервере разработчика, читай условия и добавляй свои работы. Я думаю, у тебя всё по силам, и ты легко справишься с этим давлением, и сможешь таки забрать эти заветные 500 баксов, потому что сумма реально какая-то невероятная. И мне кажется, контент получится максимально крутым и интересным. Суть этого контента состоит в том, что тебе нужно сделать мод по стройку, неважно, что-нибудь, какой-то арт, который завязан на тему Хэллоуина. И мне кажется, возможно, этот мод и попадёт в будущее обновление. То есть победитель не только останется в истории Мелан Плейграунд, но ещё дополнительно залутает себе 500 баксов. Это реально очень интересно, и как будто бы даже я готов принимать участие в этом конкурсе. Но если честно, так как я хорошо умею довольно-таки рисовать, и у меня есть навыки к этому, то как будто бы я уверен, что я смогу выиграть, но возможно это какое-то себелюбие, и это не так. Но всё-таки составить конкуренцию я точно способен. И я лучше оставлю всё-таки место вам, и мои подписчики точно смогут отстоять честь Меланфонка, и всё-таки выиграть эти 500 баксов. Если ты талантливый парень, то обязательно принимай участие. Также разработчики неоднократно заявляли, что будут добавляться старые вещи из голосования. Как это было и ранее, например, добавили пинбольное оружие. И давайте вспомним, какие у нас вещи из голосования могут быть, в принципе, добавлены в будущие обновления. И, например, это бомба с таймером. Реально классная вещь, которая проиграла почему-то в голосовании, но не суть. Мне кажется, что в будущем обновлении она вполне может появиться, потому что это реально очень интересный предмет, который будет очень классно дополнять другие бомбы, которые у нас уже есть в Меланплейграунд, особенно с новой функцией, которая подразумевает под собой таймер. То есть ты запускаешь таймер, и через некоторое время бомба взрывается. В общем, очень прикольная штука, которая реально как будто бы может быть полезным в Меланплейграунд. И, возможно, именно бомба с таймером будет добавлена в будущее обновление. Также, если вспомнить, то у нас были ролики в одном из голосований, которые тоже, кстати, могут попасть в Меланплейграунд. Но, если честно, для меня это не так уж и интересно. Как будто бы довольно-таки скучное добавление будет, и предмет довольно-таки тоже скучный. Если вспомнить, то можно еще подумать про именно прыгающую бомбу. Помните, у нас такая была фиолетовая бомба в одном из первых голосований, которые было добавлено в игру наравне с джипом и с фейерверком. Кстати, фейерверк у нас таки появился в Меланплейграунд. Так что прыгающая бомба как будто бы тоже интересное добавление. Суть этого предмета заключается в том, что перед взрывом она может легко прыгать по всей карте. То есть это тоже какое-то новое физическое явление, которое, в принципе, очень даже интересно было бы добавить в Меланплейграунд. Но заострять на этом внимания не будем, потому что мне кажется, что также могут быть добавлены в это обновление хэллоуинские предметы. Различные конфеты и декорации. То есть реально, как будто бы на каждое такое странное обновление, допустим, на два года Меланплейграунд нам добавили тортик. Мне кажется, будет интересно, если добавят какую-то корзину с конфетами или просто большие конфеты, какие-то игрушки. Возможно, какую-то страшную тыкву, знаете, которая будет только на один день, как это было на 1 апреля. То есть это будет достаточно интересное, крутое обновление. Допустим, NPC призрака. Это же вообще круто. Максимальный там скелет какой-нибудь интересный. В общем, много чего можно добавить на хэллоуинское обновление. Также я бы добавил летучих мышей в качестве NPC. То есть не в качестве NPC, а, допустим, предмета, который будет, допустим, выставляешь на карту, он реально летает сам по себе. То есть в качестве ИИ. Не знаю, было бы очень интересно. Ну, тут уже мои, скажем так, предрассудки и догадки. И это чисто мое желание субъективное. Если разработчики, вы меня смотрите. Как думаете, было бы прикольно, на самом деле, если бы вы добавили летучую мышь, которую добавляешь на карту, и она независимо от твоих взаимодействий с экраном, летала бы по карте. Мне кажется, это было бы очень прикольное и интересное нововведение. Ну, я понимаю, насколько трудно реализуемая затея, потому что это уже нужно добавлять какой-то искусственный интеллект для этой летучей мыши, или добавлять ей анимации, которая будет заставлять эту летучую мышь непроизвольно как-то летать по карте, чтобы создавался эффект, как будто бы она реально живая. Было бы классно, если бы разработчики также поменяли, возможно, даже и на сутки, или там на неделю, задний фон мелом плейграунда. Или просто добавили новый фон, допустим, какой-то тюмный, страшный, знаете, с такими старыми, заведшими уже давно деревьями, или, не знаю, там просто какие-то фонарики, знаете, такие страшные в виде тыквы. Ну, реально, фонарики в виде тыквы. Это очень достаточно самобытная и интересная история, которая реально как будто бы очень круто подходила бы под концепцию мелом плейграунда в рамках обновления Хэллоуин. Своё мнение, конечно же, напишите в комментариях, нравится ли вам такая затея. Также обязательно пишите в комментариях, какая идея вам больше всего понравилась, или какую идею вы хотели бы сами добавить в эту игру. Было бы прикольно, если бы разработчики добавили какой-то миф, какое-то такое нововведение, знаете, устрашающее ровно на сутки. Знаете, чтобы вокруг этого обновления слагались потом легенды, потому что именно таких нововведений сейчас стало очень мало. Помните, раньше добавляли какие-то секретные комнаты, различные были якоря и так далее, которые реально иногда даже наводили какой-то ужас на игроков в мелом плейграунд, и вокруг этого строились какие-то теории, там легенды, мифы слагались и так далее. Мне кажется, вот таких вот нововведений сейчас стало очень мало, именно потому что это привлекает игроков. Привлекает игроков всегда что-то мифическое и очень странное, и как по мне, именно это мы ждём. Какие-то такие мысли у меня сложились об будущем обновлении 19.0. Своим мнением, конечно же, делитесь в комментариях, мне всегда очень интересно читать об этом. Ну а на этом мой видеоролик подходит к концу. Всем спасибо за то, что вы его посмотрели. Ты был на канале Мелан Фонг. Всем удачи, всем пока, и помню, дружище, как всегда, увидимся на днях.